здравствуйте уважаемые слушатели зрители с вами вячеслав котляров в харькове 3 часа 25 минут 09 07 2016 до давненько я давненько я не радовал вас новой интересной познавательной информации которую как правило невозможно найти ни в одной земной библиотеке мира и так далее сегодня я хочу вам рассказать на мой взгляд интересные знания которые связаны с таким человеком как прометей но если быть абсолютно точным и предельно ясным прометей это даже не имя прометей это вы хотите должность или профессия это люди человеке которые выполняют ячейках определенные функции но на данный момент я вам не берусь сказать какое количество сейчас у нас в ячейки прометеев и если они мне пока неизвестно то что они были последние 200 лет уходили приходили это однозначно значит давайте я вам расскажу именно достоверную информацию истинную кто такой прометей был на самом деле ну и они есть сейчас но давайте чтобы легче было воспринимать информацию давайте вот конкретно был прометей у него имя было она есть вот прометеи они всегда активируются в ячейках там где уже крайне сложная ситуация то есть мы еще по сравнению с другими ячейками еще нормально себя чувствуем а тех ячейках где уже наступает крайне сложная ситуация вступают прометеи у прометеев функция на самом деле очень уникальная вы помните в оригинальной версии прометеи подарил людям огонь за это его наказали да ну прометей во первых дарил огонь да не тот прометей дарил знание цвет но знание каким образом дело в том что принудительно прометею приходилось перестраивать людям мозги то есть вот допустим была какая-то группа людей которая прозрела и пытались избавиться от иго а была группа людей которые ну там нужны были бы какие-нибудь доказательства или что-нибудь в этом роде или вообще не не хотели коннектиться к информационному полю так вот прометеи они насильно перестраивали мозг и человек коннектился к информационному полю получал информацию достоверную и становился в строй против борьбы против темных сил но иногда к сожалению вы знаете на на войне как на на производстве как на производстве и когда это идет конвейер поток то без ляпов не происходит иногда прометеи к сожалению переусердствовали не специально просто в пылу азарта иногда происходили крайне сложные грустные ошибки при перестройке мозга иногда просто мозги не выдерживали и ну сжигались до небесная канцелярия она снисходительно своим сыном прометеем и она в принципе не действует как темные но и не может своего рода такие проступки на них закрывать глаза поэтому сожалению даже со своими лучшими сынами небесная канцелярия не церемониться если они оступились а действует таким образом это называется алкоголь до или спиртной а то есть прометей который оступился несколько десятков раз при перестройке мозга просто сжег мозги человеку которому нужны были в доказательстве вообще он не мог за коннектиться к информационному полю небесная канцелярия своими манипуляциями подсаживала прометея на спиртное приковывала его к бутылке и вороны которые печень клювали это был всего лишь цирроз который разрушал печень прометея вот такая грустная история ну прометеи как это всего лишь потеря тела дальше прометеи за грехи свои тяжкие так сказать расплачивался еще на другом уровне помимо потери так сказать земной оболочки еще было там немножко наказание и на на других планах вот поэтому если в двух словах прометей это человек который давал свет людям и допуская ошибки наносил непоправимый урон людям боги гневались подсаживали прометея на спиртное а вороны он же цирроз просто исклевывал уничтожал печень прометея хочу еще затронуть на мой взгляд тоже очень интересную личность которая известна в нашей истории как джонатан свифт ну это тоже скажем так своего рода люди которые путешествуют по ячейкам они независимые ученые и вот примечательно то что когда джонатан свифт настоящее имя его другой я все пытал докопаться так и и не удалось узнать его имя ну как узнаю сообщу вот независимый ученый который летал между ячейками проводил какие-то научные исследования и у него аппарат который попал нашу ячейку вышел из строя и конкретно он его самостоятельно восстановить не мог все труды которые джонатан свифт написал это были автобиографические труды он описывал свою жизнь как он попадал ячейку и были очень маленькие люди там лилипуты где были гиганты там великаны вот но на самом деле до нас дошли очень скудное количество его трудов вообще джонатан свифт написал значительно больше произведений про большое количество ячеек вот и как я упоминал уже его это я уже четвертый раз упоминаю упоминал предыдущих своих беседах что он очень сильно грустил по поводу того что он здесь застрял очень эволюционно развитый человек попадает просто в дикое по его меркам средневековье мы что на самом деле даже ниже чем средневековье живем мы что-то около каменного века вот и очень сильно скорбил носил траурные одежды черные на свои день рождения ставил свечку и поминал был огорчен что вообще родился да и застрял кстати на дальнем востоке когда я впервые более 20 лет назад узнал что земля сотовая я тогда написал один стих и почему я за него вспомнил если я не ошибаюсь произведение джонатана свифта перемещение по ячейкам тоже было скажем так описано в очень интересной форме там небо меняло цвет там земля по-другому выглядела я зачитаю вам небольшой свой стих он датирован девяносто шестым годом 20 лет назад этот стих о путешествии человека другую ячейку злопыхатели конечно скажет что он такое курил чтоб такое написать стих был написан здравом не трезвой памяти вот вообще вот эти кто траву просят вы накуритесь и попробуйте что-нибудь напишите лишение расскажите придумайте до вас ничего не получится ну ладушки слушайте мой стих он будет финальным в этом ролике а с вами был вячеслав котляров спасибо большое что слышали меня слушаете меня всего доброго до свидания с неба сыпется песок я ступаю по воде сказка это или сон я пешком иду к звезде подошел я к горизонту как бы тут не оступиться мигом ветер подхватил я лечу теперь как птица сказка это или сон я миную горизонт звезды я рукой влажен что за чудо кто мне спрашивает небо розовым вдруг стало море красная как кровь ни туда я ни отсюда я попал в огонь бермудов стрелки на часах расплылись я в руках держу огонь солнце вправо покосилось плавится моя ладонь в зеркалах не видно тело пыль похожая на дождь кровь не стынет в моих жилах и не беспокоит дрожь мне не холодно не жарко и себя совсем не жалко я есть меня нету я ловлю за хвост комету небо розовым вдруг стало море красная как кровь ни туда я ни отсюда я попал в огонь бермудов озеркал